Всем привет! И вы снова попали на канал Адекватность ТВ. Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал! Я продолжаю делать реакции на песни конкурса Евровидения 2023. Мне нравится жанр реакции, и я уже втянулась в него. Мне нравится смотреть, реагировать вместе с вами, обсуждать происходящее. На данный момент, когда я снимаю это видео, вышло уже очень много заявок, просто море, и как-то надо уже с этим разобраться. В этом видео мы будем с вами обсуждать Чехию, будем реагировать на ее заявку. В прошлом году Чехию представляла группа We are Domis с песней Lights Off. Это был классный танцевальный трек, мне он очень нравился, очень был классный номер, со всякими световыми эффектами, особенно когда там включали свет, потом его снова включали. В общем, все было классно, но, к сожалению, заняли они всего лишь 22 место. Я считаю, что могли бы занять место и повыше, но, скорее всего, это связано с тем, что они выступали в финале первыми, а если ты выступаешь в финале первым, то считай, ты автоматически сливаешься, потому что зрители в основном приходят и голосуют уже ближе, наверное, к середине, и многие уже не помнят, что было и в начале. В этом году Чехию также представят группа, фолк-группа Vesna с песней My Sister's Crone, Корона моей сестры. Интересна эта группа тем, что в ней есть много национальностей, такие как чешки, есть болгары, есть даже русская девочка Олеся. И так как это фолк-группа, я думаю, что это будет что-то интересное национальное, и группа совмещает вот эти национальные мотивы вместе с электроникой или поп-музыкой. Я думаю, это будет интересно, наверное, что-то в стиле Go A из Украины 2021. Я думаю, что нас ждет что-то очень интересное, и я решила выбрать вместо клипа выступление с нацотбора, который вроде как должен был транслироваться на телевизоре у них, но почему-то он транслировался в интернете, как раз на канале Евровидения. Сейчас мы с вами послушаем заявку Чехии, и она будет исполнена аж на четырех языках, на английском, на чешском, на болгарском и на украинском. Ууу, я уже в предвкушении, что же это будет? Начинаем! Будем смотреть выступление, не с клипом. Весна О, мне уже нравится. Мне нравятся их костюмы. Но сцена такая маленькая. Надеемся, в Ливерпуле все это будет гораздо масштабнее. Мне нравится, это очень так вот динамичненько. Но мне немножко плоховато слышно музыку. Я думаю, это на отборе сама была проблема. О, это уже пошел другой язык. О, тут еще и какая-то рэп-часть пошла. О! А мне нравятся девчонки. Они такие прям активные, классные. О, круто! Мне классно, это, в принципе, качает. Но я думаю, на большой сцене Ливерпуля это будет выглядеть еще более масштабно. Со всякими эффектами. Может быть, будут другие костюмы. А это только три девочки здесь поют? Мне нравятся вот эти национальные мотивы, совмещенные с чем-то современным. Вот это, наверное, на украинском часть. Просто славянские языки, они очень похожи многие. О, круто! Что я могу сказать по поводу заявки Чехии? Мне она понравилась. Это было так динамичненько, активно. Даже несмотря на то, что сцена была маленькая и звук был не самый совершенный. Тем не менее, я сумела уловить настроение этой песни. Мне она понравилась тем, что там и национальные мотивы есть, и что-то современное. И девочки тоже мне очень понравились. Вели себя тоже достаточно уверенно на сцене. Потому что для меня очень важно, чтобы артист чувствовал свою песню, о чем он поет, чувствовал себя уверенно, не зажато, наслаждаясь процессом. Я это очень люблю в артистах и уважаю. Я, конечно, не очень люблю заранее говорить о финале, о том, кто пройдет, кто не пройдет, потому что еще не все песни известны. Но я считаю, что у этой группы вполне есть шансы пройти финал с хорошим номером. Возможно, будут какие-то другие костюмы, естественно, будут уже другие масштабы, другая сцена. Есть куча вариантов, как обыграть эту песню на сцене. Я буду очень сильно ждать. Мне Чехия понравилась. На этом пока что все. Увидимся в следующем ролике, который будет посвящен Хорватии. А вы пишите в комментариях, понравилась ли вам заявка Чехии. Если да и если нет, то почему. Пока что я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем ролике.